Меня зовут Владимир Ходников, и я хотел вам рассказать о понятии социальной защиты и об истории этого явления. Итак, представление о социальной защите. Последние события вокруг пенсионной реформы вызвали, как все мы знаем, полемику в обществе, обсуждение в блогах и соцсетях вообще самого представления о социальной защите. Каким образом это явление вообще устроено, надо ли помогать, например, малообеспеченным людям, должна ли быть пенсия, какой должен быть пенсионный возраст и так далее, и так далее. Какие выплаты должно осуществлять государство. Ну вот, Илья озвучил, так сказать, эмпирическую часть. Я немного хотел бы, так сказать, наметить историко-теоретический контекст вот этих вещей, которые на самом деле не вполне очевидны. Вот, что мы имеем в виду, когда говорим о социальной защите? В юридической литературе российской, ну и общемировой тоже фигурирует большое количество терминологий, которые описывают связанные с этим вещи, как то социальное обеспечение, социальная поддержка, социальная помощь, социальная протекция и так далее, и так далее. Соответственно, я предлагаю описать этот спектр терминов таким зонтичным наименованием социальной защиты и не углубляться, так скажем, в терминологические дебри. Самый большой вопрос, собственно, состоит в том, что это такое. И, как правило, социальную защиту определяют в общем и целом как помощь незащищенным группам населения. То есть, группам населения, которые в той или иной степени являются уязвимыми в той или иной ситуации. Как все мы знаем, именно этим определением, скажем, бравируют кремлевские СМИ и все российские чиновники обычно ссылаются на него. Что на самом деле несет ряд таких интересных юридических и, побоюсь этого слова, философских вопросов вообще? Что такое незащищенная группа населения? Это что? Потому что, если вдуматься, то оказывается, что незащищенная группа населения оказывается 99% населения. И, в общем-то, все люди, которые, по вашему счету, лишены политических ресурсов или экономических ресурсов того или иного влияния, являются незащищенными. Потому что они, ну, банально не могут, так сказать, воздействовать на тот, на ту череду событий, куда они вовлечены. Соответственно, есть альтернативная дефиниция социальной защиты, и я предлагаю ее использовать, да, то есть, соответственно, это определение в континентальной английской и французской социологии более-менее используется. То есть, это понимание социальной защиты не как помощи незащищенным людям, а как перераспределение влияния или перераспределение ресурсов. То бишь, социальная защита – это поддержка, которую более влиятельные и доминирующие группы оказывают группам, которые тех или иных ресурсов лишены. Да, то есть, и здесь мы, конечно, узнаем российскую концепцию классовой борьбы, которая вот на определенном витке, она так или иначе всегда проступает сквозь современную гуманитарную мысль. Каким образом исторически возникла социальная защита? Ну, здесь надо, конечно, вспомнить в первую очередь Римскую империю, это 1-3 века н.э. эпоха правления так называемых «пяти хороших императоров». Вот в первом веке император Нервой, собственно, ввел периодические субсидии для несовершеннолетних. То есть, людям, которым не было 18 лет, устанавливался возрастной порок 18 лет, полагался, ну, правда, как мы сегодня сказали, паёк. То есть, им просто выдавали хлеб и вино. Соответственно, средства на хлеб и вино собирались с крупных землевладельцев, да, среднекруппных землевладельцев в таком добровольно-примудительном порядке. То есть, приходили вооружённые люди, люди императора и говорили, знаете что, вообще-то, вот у нас, смотрите, сколько бедных молодых ребят, вот, пожалуйста, да, вот, сколько-то, такое-то количество зерна мы отвождём в такой-то срок, да. Ну, и, соответственно, попробовали бы они, не задавали бы это зерно. Система получила название алиментация, да, то есть, как сегодня мы знаем термин алименты, выплата алиментов, да. Вот, собственно, алиментация, это вот эта вот раздача хлеба и вина несовершеннолетним людям, либо, скажем, больным людям, там, или, например, людям, которые не могли, так или иначе, ну, вот, были на фоне такого зажиточного, жирного и имперского Рима, они были, в общем-то, так скажем, неудел. Вот, соответственно, после императора Непой, император Троян вообще, так сказать, возвёл это в систему, то есть, помимо вина и хлеба стали выдавать ещё оливки и масло, соответственно, стали организовываться публичные бани для малоимущих людей и, соответственно, стали более высокие подати взиматься вот с этих вот землевладельцев, то есть, людей, которые выращивали хлеб и вино вокруг Рима. При этом, надо сказать, что в Риме не существовало какой-либо системы, да, в соответствии с которой эти вещи распределялись, распределялась еда, зерно, вино и так далее. То есть, по большому счёту, так сказать, Нервой попытался создать некое подобие социальных выплат, да, а вот Троян после него, он сделал систему более хаотичной, то есть, когда сами собственники вот этих плантаций виноградных собирали то, что у них было, то есть, там золото, ткани и, соответственно, просто раздавали бедных. Здесь очень интересный момент, который имеет большое значение для всей дальнейшей истории явления социальной защиты, это отличие социальной защиты от благотворительности. И в данном случае надо, необходимо заметить, что в Римской империи не было чёткой границы между благотворительностью и социальной защитой. То есть, по большому счёту, вот сколько ты давал, да, ты владелец плантацией, сколько ты зерна и вина давал и масла, да, столько вот и распределялась среди бедных, соответственно, распределением занимались специально назначенные чиновники и производилось это, так сказать, без какого-либо, без какой-либо чёткой структуры. Тем не менее, здесь нужно отметить, что в этой системе, в Дренеринской системе, впервые можно говорить о явлении трансферта, то есть перераспределения ресурсов из более крупных бюджетов в пользу более мелких. То есть, это то явление, по сути, которое и стоит за бюджетной политикой, за политикой властей, да, это перераспределение доходов, перераспределение ресурсов. То есть, вот, легионеры просто приходили и отнимали зерно, да, в добровольно-принудительном порядке, говорили, ну-ка, дядя, давай-ка, скидывайся в общак. Да, вот, как бы, бедным нужна помощь. Потом, как вы знаете, Римская империя была разрушена нашими с вами предками, да, варварами, и, в общем, вся эта система ушла в небытие аж на много-много веков. Конечно, с большой, с большой такой серьезной оговоркой, в арабском халифате попробовали воспроизвести римскую систему, и, в принципе, можно рассматривать арабский халифат, там, где практиковался закят, так называемый. Можно рассматривать вообще в определенном смысле, некоторые исследователи рассматривают как первое социальное государство, вот как эта незабавность прозвучала, как бы эта забавность сегодня не звучала. Соответственно, благотворительность в Европе существовала всегда. Она органично уживалась с первобытными архаическими и языческими ритуалами, рудименты которых сохранялись в европейской культуре. Да, ну вот, есть в социологии хорошо известное явление потлача. Это, скажем, такое стихийное дарение того, что у тебя есть. Это явление описано во многих культурах, отчасти оно свойственно и европейским культурам, вот когда, и в том числе славянской культуре, то есть, когда мы говорим, вот из барского плеча пожаловал полушубок пожаловал, да, или там царской головы шапку пожаловал, да, мы оперируем, обращаемся к совершенно конкретным историческим практикам, когда представители феодальной знатии выезжали в народ, разбрасывали золото, соответственно, снимали у себя дорогие меха, да, которые были, в том числе, роль денег пополняли в Средневековье очень часто, и, соответственно, раздавали это все бедным. Это такая форма благотворительности. Чем больше великий князь накидает серебра и злата, чем больше он шапок подарит, да, тем он круче, и тем большим он успехом пользуется у людей. Соответственно, вряд ли можно вот в этой системе говорить о наличии трансферта, о перераспределении ресурсов, что имело место в Древнем Риме. В следующий раз после Древнего Рима трансперт появляется на исторической сцене, аж в XVII веке, когда в Великобритании был принят закон о бедных, так называемых. Соответственно, протестантская Великобритания, которая переживает, является частью системы великих географических открытий и потихоньку входит в историческую зону промышленной революции. Вот эта Великобритания постепенно действительно становится на путь того, что мы сегодня бы назвали социальной защитой, когда производится систематическая раздача еды на улицах, и, собственно, сам государственный, то бишь королевский бюджет, он подразумевает, что какое-то количество денег будет потрачено на помощь бедных. Но при этом речь в XVII веке не шла о том, чтобы, например, систематически давать какие-то деньги. То есть у белого европейца даже в голове такое бы не повернулось, как можно денег дать другому человеку. Если он хочет есть, надо дать ему хлеба, если он хочет пить, надо налить ему пиво. А, соответственно, давать ему какие-то деньги, чтобы он с ними распоряжался, это, конечно, было весьма-весьма далеко. При этом Великобритания была передовой страной в этом плане. И ситуация меняется аж в XIX веке, когда этот закон о бедных, скажем, выходит в новой редакции, то есть его радикально редактируют. Это 1834 год. Соответственно, это первое самое настоящее социальное законодательство. То есть Великобритания в первом плане XIX века, это уже достаточно, так скажем, это общество и государство, похожее на современное, где есть муниципальные бюджеты, где есть общегосударственные бюджеты. И, соответственно, государство целенаправленно занимается тем, что уже выдает бедным не только еду, ну еду тоже, конечно, всю еду выдавали, всю дорогу, но уже и деньги выдает. И, соответственно, появляется первый опыт создания работных домов, когда полиция ездит по улицам Лондона, собирает бездомных, привозит их в такую, как бы, отдельную хибару, где они лепят горшки, либо ткут холст, либо еще чем-то этим занимаются, в ужасных, отвратительных условиях, страдают от болезней, и под насмотром тех же самых полицейских. То есть такая форма рабства. Но, как бы, это была такая допотопная, так сказать, форма обеспечения, примитивная форма обеспечения рабочими местами нарождающегося рабочего класса. Но надо заметить, что без влияния движения чертистов, так называемого, никакого бы вот этого закона 1934 года принято не было. И здесь важнейший момент, поскольку надо понимать, что вот все социальное законодательство в Европе, абсолютно все, имеет своим источником рабочее движение. И ничто иное, да, это исторический факт. То есть без давления профсоюзов никакого социального законодательства никогда бы принято не было. И если мы перенесемся на 40 лет позже, уже в второй половине 19 века, в Германию, где канцлер Готто фон Бисмарк создал систему так называемого прусского социализма, или народного государства, как он называл, то мы увидим, что по большому счету преобразование Бисмарка, который впервые вводит общегосударственную пенсию и вводит, так, сейчас скажу, что? Социальное страхование. Да, соцстрах, да, это в советской литературе называлось, да, модель Бисмарка или соцстрах, социальное страхование, да. Вот, соответственно, да, он вводит, собственно, там страховали людей, которые занимались опасным трудом, в том числе, помимо того, то есть вводится, так сказать, трудовое законодательство, да, которое уже, ну, как бы, примерно в общих счетах можно сравнить с нынешним, но, тем не менее, оно ориентировалось на законодательство Великобритании. Вот, и надо заметить, что сам режим Бисмарка был анти-левым, агрессивно-антисоциалистическим, антикоммунистическим, антианархистским, антимарксистским и так далее, и так далее. И, собственно, когда сегодня, например, не знаю, российские либералы или, например, какие-нибудь западные СМИ используют термин «красная угроза», да, это язык той самой эпохи Бисмарка, да, то есть с точки зрения Бисмарка, вот, красные, левые или социалисты были самой главной угрозой вообще, как бы, существования общества, да, и, как вы знаете, вообще деятельность социалистических организаций и большей части профсоюзов была запрещена. Но при этом именно под давлением вот этой красной угрозы, по сути дела, Бисмарк только и решился на построение вот этого фолькиши штат, на построение вот этого народного государства, да, и система, в том числе и пенсионная система, введенная Бисмарком, буквально оплачена кровью расстрелянных рабочих, вот здесь даже без, как сказать, без лишнего пафоса можно отметить. Вот, соответственно, параллельно развивается такое явление, как кассы взаимопомощи. Начиная с 1840-х годов, получают развитие кассы взаимопомощи, когда люди в определенной среде, в ремесленной среде, как правило, это не обязательно члены тренд-юнионов, это представители какой-то одной профессии, например, школьные учителя объединяются вместе, ведущие тяжелой жизни, скидываются деньгами и образуют вот обширную кассу, с которой можно брать деньги, например, в том случае, если ты потерял работу или, там, не знаю, тебе там на улице полиция ноги оторвала, например. Вот, и, соответственно, эти кассы взаимопомощи получают существенное развитие, и ряд историков утверждают, что вообще рабочие годами могли жить, ну, на эти кассы взаимопомощи, но, честно говоря, сложно сказать, по-моему, это исторический анекдот. Вот, соответственно, помимо кассы взаимопомощи, развитие получает и благотворительность, да, то есть, вот, далекий потом алиментарный систем в Древнем Риме, вот, как сказать, развивался параллельно с системой социальной защиты. Вот, то есть, можно сказать, что социальная защита дифференцировалась из системы алиментации вместе с благотворительностью. И это внешне или гомологически похожее явление, но, по сути, это явление очень, это вещи очень разные. Во-первых, за благотворительностью не стоит трансферта. Во-вторых, социальная защита подразумевает общественный консенсус. То есть, социальная защита это не когда, вот, я богатый человек, у меня есть деньги, пойду-ка я вот помогу там бедному парню или девушке, да, что-то у них денег нет. Нет, социальная защита это когда ты должен делиться своими деньгами, да, и ряд значимых групп в обществе разделяет это требование как абсолютно необходимое. Вот, соответственно, это не может не вести к перераспределению ресурсов, к дележу тех материальных средств и тех производственных мощностей, которые есть в обществе. Соответственно, как вы знаете, самым главным событием истории 20 века была Октябрьская революция на территории бывшей Российской империи, которая ввела существенные изменения в сам процесс вот этого восстановления социальной защиты и оказала воздействие на весь мир вообще, да. То есть, в частности, в Советском Союзе впервые было введено пособие по безработице, вот, в 20-е годы, вот, соответственно, его же потом отменили, поскольку, как бы, считалось, что все, безработица исчезла. Ну, как бы, во многом, действительно, вопрос спорный, да, по-разному на него смотрят, да, но, по сути, массовой безработицы в Советском Союзе не существовало. И когда в середине 20 века на фоне войны и революции, которые происходили в мире, в Америке развивается новый курс Рузвельта, а в послевоенной Европе начинается развитие государств всеобщего благосостояния, то они ориентируются во многом именно на советский опыт, на советское законодательство, на советские представления о социальной защите населения. Необходимо заметить отдельно, что вот ряд исследователей считает, что вообще такое явление как благотворительность в принципе не существовало в Советском Союзе, вот, что его, как бы, не было вообще. Есть альтернативная точка зрения на это, да, и, так сказать, люди говорят, что нет, все-таки благотворительность существовала, да, вот если там генсек ехал куда-то в совпост, то он мог вот как, значит, как царь, да, когда-то снимал себе шапку, да, точно так же он мог там чем-нибудь там одарить как-нибудь, да, поспособствовать продвижению по карьерной лестнице, да, использовать административный ресурс, чтобы как-то помочь каким-то людям, да, которых он считал достойными этой помощи, да. Но здесь уже, конечно, говорится, что считать благотворительностью, да, то есть в принципе, да, можно это рассматривать как архаическую форму благотворительности, но тем не менее в эксплицитной, то есть в явной форме ее в Советском Союзе не существовало. При этом надо заметить, что, необходимо отметить, что также происходит минимизация, так скажем, системы именно благотворительности в тех государствах, которые традиционно считаются социал-демократическими, да, или, например, ордолиберальными, как это иногда говорят, то есть это Швеция, Германия, Норвегия, вот, то есть в этих странах, как бы, система благотворительности не получает широкого развития, да, и не становится частью бизнес-сообщества, да, или бизнес-процессов, каким оно становится, например, в классической стране именно рыночного фундаментализма, а это Соединенные Штаты Америки, где, так сказать, благотворительность получает невероятное развитие в самых... Хорошо, говорит, да, я сейчас закончу скоро, да, и да, можно будет обсудить. Соответственно, после Второй мировой войны происходит важнейшее событие, и те социальные силы, которые участвуют в столкновении на мировой арене, то есть это в той или иной форме финансовый промышленный капитал, и в той или иной форме люди, которые живут собственным трудом, и те люди, которые как-то с ними аффилированы, как-то с ними ассоциированы и так далее. То есть глобальная борьба капитала и труда принимает вот такие вот компромиссные формы в виде таких просоциальных прообразований, и в частности в 1948 году принимается всеобщая декларация прав человека, которая, как вы знаете, была... Большое количество государств, в том числе Советский Союз, участвовал в и создании текста всеобщей декларации прав человека, да, и в лоббировании ее на мировой политической и культурной сцене, ну вот в частности первые редакции всеобщей декларации прав человека постоянно, так сказать, постоянно там Господь Бог фигурирует, да, везде упоминается, да, но собственно советские представители настояли на том, чтобы Бога убрать, да, и теперь вот, так сказать, права человека безбожные у нас. Соответственно, права человека, само текст всеобщей декларации прав человека с самого начала включал в себя корпус социальных прав человека, то есть это право на жилище, право на образование, право на безопасность и право на медицинскую помощь, вот, что кардинально ломает некое представление о том, что как бы благотворительность, да, вот этот потомок алиментационной системы может быть адекватным, так сказать, контрагентом общественного процесса, да, почему? Потому что вот человек имеет право, если ты человек, да, ты имеешь право на жилье, ты не можешь нигде не жить, да, вот, ты просто по факту того, что ты человек, ты должен иметь крышу над головой, а если у такого-то человека крыши над головой нет, то, значит, это проблемы у государства должны возникнуть, да, то есть государство уже должно задаваться этим вопросом, да, то есть должны существовать, должны существовать какие-то структуры, профсоюзы, гражданское общество, политические партии, которые должны говорить, смотрите, вы не соблюдаете права человека, а вы, извините, подписались под декларацией, вот, соответственно, у всеобщей декларации прав человека можно говорить как о результате такого, о леволиберальном консенсусе, да, на, в глобальном капиталистическом мире, когда вот, так сказать, силы капитала и силы труда нашли какой-то хрупкий такой баланс определенный, вот, и, ну, как вы знаете, по сути, вот, социальные права человека во многом так и остаются пустой формальностью, да, так сказать, отпиской, да, и очень часто, даже, когда говорят о соблюдении и несоблюдении прав человека, то часто до социальных прав даже не доходит, да, вот, и, соответственно, итогом на данный момент, потому что, конечно, до итогов далеко, историческим итогом развития вот этой самой системы алиментации я бы назвал представление, да, или практику, да, наверное, пока еще представление безусловного базового дохода. Идея, которая стала достаточно популярна в Европе в буквально последние десяток-десяток лет, да, как вы знаете, Финляндия вовлеклась в эксперимент с, собственно, установлением вот этого, вот этой практики социальной, да, и Швейцария была на грани того, чтобы тоже присоединиться к этому эксперименту. Пока что все сложно, да, идут очень активные дебаты, но, если вы не знаете, основная идея заключается в том, что человек просто по факту своего, например, гражданства, то есть по факту своего определенного статуса принадлежности к сообществу, да, например, к национальному, должен получать определенный доход, который вот просто, просто потому что он на белом свете живет, да, то есть он должен получать определенный уровень дохода, да, который позволит ему, как бы, в принципе, нормально жить, да, более-менее. Вот здесь можно, конечно, вспомнить Марксова, понятие стоимости рабочей силы, то есть, как вы помните, Маркс в Капитале говорит, что вот у любого товара есть стоимость, и у рабочей силы тоже есть стоимость. Вот стоимость рабочей силы, это та стоимость, которая необходима для того, чтобы рабочий спал, ел, отдыхал, там, не знаю, развлекался раз в неделю по пятницам, и вообще как-то худо-бедно вообще существовал, да. Вот сейчас, в принципе, это понятие становится снова крайне актуальным, да, как бы в связи с дискуссиями о безусловном базовом доходе, то есть безусловный базовый доход должен покрывать стоимость рабочей силы, то есть он должен давать возможность человеку, в принципе, нормально жить, как бы относительно неплохо жить, не бедствовать. Вот, и подводя итог, я еще раз хочу обратить ваше внимание на вот эту вот расстановку вот этих понятий, да, соответственно, социальная защита и благотворительность, да, то есть это два разных явления, которые произошли из одного источника, но при этом благотворительность, как мы видим, уже в ходе общественного развития постепенно либо маргинализуется, либо принимает, так сказать, формы бизнес-процесса, да, ну, это отдельная очень большая тема, вот, я уже постараюсь быть более кратким, и, соответственно, о социальной защите необходимо сказать несколько принципиальных моментов, то есть, во-первых, за социальной защитой всегда стоит трансферт, всегда стоит общественный консенсус, вот, и эволюционно социальная защита происходит из профсоюзной борьбы и вообще из борьбы организованного труда, то есть это прямо вот вообще единственный и неповторимый источник, да, ну, и, соответственно, когда люди говорят, что вот пенсии просто добрый дядя бисмарк придумал, да, вот он как бы сидел бисмарк и решил благодетельствовать людей, да, и вот он придумал пенсию, или вот, значит, страховку рабочим решил Генри Форд выплачивать, просто потому что он был добрый такой дядя, вот ему захотелось, он решил выплачивать страховку рабочих, да, соответственно, это тоже совершенно не так, и даже беглый взгляд на исторический процесс в 20 веке нас убеждает в противоположном, вот, вот и все. Спасибо за доклад, я только хотел обнести уточнение по поводу системы благотворительности в скандинавских странах, где доводилось еще более полтора назад писать отзыв на кандидатскую диссертацию, которая как раз была посвящена российско-норвежским связям, на почве благотворительности. Да, благотворительность в Норвегии, по крайней мере, как выясняется, да, разве это очень здорово, это, конечно, в каких-то экономических показателях отражает, но, по крайней мере, да, если сравнивать с Россией, да, то она находится на чрезвычайно высоком уровне в этом отношении, да, и в традиции, и уже, как бы сказать, это даже элемент социального государства одновременно. Ну, это связано, конечно, и с Литеранской Церковью, но вот таких моментов много. Да, если можно, да, я бы даже не столько задал вопрос, насколько чуть-чуть дополнил, сделаю более выпуклую мысль, да, которую Володя, значит, изложил, да, есть еще хороший французский социолог Робер Костель, да, вот он написал книгу, если где-то найдете, очень рекомендуется читать, называется «Метаморфоза социального вопроса». Значит, она как раз посвящена эволюции, вот, как бы, социального государства, да, и вот идея, да, которую проводит, вот, как бы, Робер Костель, да, и которая мне лично, вот, как бы, очень близка, и помогает понять, что, вообще, мы делаем сейчас, защищая, как бы, пенсионный возраст, да. Он говорит о том, что, там, на рубеже 19-20 веков, в Европе, да, и постепенно, как бы, сначала в Старом Западной Европе, потом, как бы, в Соединенных Штатах, как бы, да, в России, естественно, после Октябрьской революции, да, вот, на смену этой идеи благотворительности, да, когда существует, там, церковь, существуют, там, какие-то крупные капиталисты, которые, там, вот, из филантропических побуждений, там, помогают рабочим, да, появляется, принципиально, другая идея, идея общественной собственности, да, вот, пенсионный фонд, как мы его знаем, да, вот, вот эта куча денег, да, которая собирается за счет страховых взносов, за счет, там, трансфертов из, там, федерального бюджета и так далее, да, это не благотворительный фонд, да, это некая общественная собственность, да, которая, вот, соответственно, с этой концепцией, концепция социальных прав, да, вот, принадлежит всем нам, поскольку мы являемся гражданами государства, трудящимися и так далее, да, социальная, концепция социальных прав, как верно ответил Володя, да, она подозревает то, что мы получаем, там, деньги, да, получаем пенсии из этого фонда, но из других социальных фондов, не потому, что мы, например, там, я не знаю, там, малоимущие, не потому, что мы, там, не знаю, ходим в церковь, да, не потому, что мы, там, ведем какой-то, значит, там, правильный образ жизни, да, как часто требуют там благотворительные какие-то организации, а просто потому, что мы являемся гражданами, являемся наемными работниками. Это связано, действительно, с темой классовой борьбы, в том смысле, что у представителей, там, социальной элиты, у буржуазии, да, у нее всегда, ну, были деньги, да, были капиталы, да, которые, в общем, компенсировали им, значит, вот все эти вещи, там, связанные с образованием, здравоохранением и так далее, да, то есть, никогда социальный статус, там, буржуа, капиталиста не подвергался сомнению, да, потому что у него всегда была собственность, да, и, если мы посмотрим на, там, не знаю, 18-19 век, то там очень четко, вот, идеи либерализма, да, они были связаны с собственностью, если у тебя есть собственность, значит, ты полноценный гражданин, значит, ты можешь голосовать, значит, ты можешь участвовать в политике, да, только под влиянием рабочего движения, да, вот, Володя упоминал чертистов, упоминал профсоюзное движение, там, упоминал немецкую социал-демократию, права гражданства, по сути, были распространены на беднейшие свои населения, тех, у кого не было частной собственности, вот, им дали некий суррогат, да, вот этот суррогат, это как раз общественные фонды, да, у нас нет, значит, там, не знаю, дорогой недвижимости, скорее всего, да, мы живем на зарплату, которая помогает нам, в общем-то, просто воспроизводить свою рабочую силу, да, но вместе с тем, у каждого наемного работника, вот, в рамках этого социального государства, есть некая доля, вот, в этих общественных фондах, да, которые собраны за счет, там, страховых взносов, и это позволило в какой-то момент рабочему классу, то есть большинству населения, стать, ну, полноценными гражданами, в том числе в политическом смысле. То, что происходит сейчас, да, в том числе в России в связи с пенсионной реформой, да, это не просто, знаете, такое, там, банальное воровство, у нас решили украсть деньги, да, и мы этим недовольны, да. Процесс, на мой взгляд, более глубокий, да, то есть борьба идет по поводу вот этой общественной собственности, да. Элита, да, правящая элита пытается, как бы, эту общественную собственность минимизировать, поэтому, вот, как говорил Илья Матвеев, значит, у нас идет постоянное недофинансирование образования, там, здравоохранения и коммерциализация этих социальных услуг, да, у нас идет вот эта пенсионная реформа, да, которая тоже, значит, ведет к тому, что, вот, как бы, эти все пенсионные фонды и все эти социальные права там постепенно сдуваются, да, то есть мы возвращаемся, в каком-то смысле, к системе вот этого классического или, как еще часто говорят, дикого капитализма, да, и это приведет в дальнейшем к, ну, далеко идущим последствиям, да, для, на самом деле, для нашего социального статуса, как, там, наемных работников. Вот, это то, что я хотел сказать. Дальше, я думаю, что мы уже перейдем в режим дискуссии, но пока вопрос ловит. Можно, да? Да, да, да. Вот сегодня наблюдается в России, так или иначе, кризис солидарности, мы не всегда готовы, там, как во Франции, обставать вместе с теми, кто, в принципе, нам свои поступки может доставлять неудобства, но обусловлен он тем, что вот сейчас только что было сказано, что люди не осознают вот эти социальные права как какие-то завоевания или как какую-то общественную собственность, то, что принадлежит всем и должно там регулироваться определенными правилами, ну, с помощью, ну, посредством общества и с его согласия. Обусловлен ли вот этот кризис солидарности этим, ну, отсутствием такого осознания? Ну, да, конечно, то есть здесь даже осознание противоположного сейчас в России имеет место, то есть общество предельно атомизировано, приватизировано в общем-то смысле, то есть говорится, кто сильнее, тот и прав, и господствует такой, ну, да, типичный бандитский капитализм или дикий капитализм, когда, в общем-то, вот эти представления об общем, об общественной собственности, о каких-то общих социальных правах, да, какого-то общественного интереса не поднимается вообще, да, то есть это произошло эрозия, да, такая психическая, да, просто вот это представление было вымыто, да, из голов россиян, так что, ну, да, здесь, конечно, безусловно так. А когда это могло произойти? До того, как Советский Союз остался или уже в 90-е годы? Я думаю, что в 90-е годы, но, безусловно, это результат и у сталинского режима тоже, да, который нес в себе следы коллективизма революционного, безусловно, но в то же время был жестко авторитарным, основывался на таких сугубо жестко вертикальных отношениях и, соответственно, постепенно вытеснял вот эти вот человеческие связи, да, ну, или как иногда сейчас говорят, горизонтальные связи в обществе, ну, ту самую солидарность, да, вот, ну, а, соответственно, события 90-х годов полностью это, как говорится, контейнировали, да, то есть, передали этому форму определенную, да, и вот в итоге мы имеем то, что имеем, то есть и в период эфрессий, да, во-вторых, и в период вот этого дикой ковровой приватизации, да, они, так сказать, в одну картинку такую невеселую сложились. Да, я, кстати, продолжу, потому что это любопытная действительно тема, как люди вообще относятся к этой реформе, даже те, кто против, да, вот в интернете гуляет масса всяких немемов и таких как бы странных из непонятного источника текста, в которых приводится якобы универсальное решение пенсионного вопроса, да, ликвидируем пенсионный фонд, потому что там коррупция, грабители, потому что чиновники там сидят, сосуд, значит, нашу кровь, да, вот ликвидируем пенсионный фонд, у каждого счет, каждый на него получает деньги, каждый своими деньгами распоряжается. Вот так не будет никакого роства, ничего не будет, каждый себе заработает, типа, на старость. И это представляется как альтернатива того, что есть, потому что вот у нас эта корруппированная, значит, вот пенсионная вся система, наверняка там эти, и причем в это же встраивается, в этот как бы нарратив встраиваются реальные какие-то там вот коррупционные случаи в самом пенсионном фонде, то, что Навальный разоплачил, да, там все эти здания как бы в регионах, значит, пенсионные, тоже все встраивается в эту же историю, что пенсионный фонд как бы это вот такой нарост, да, на нашем теле, а мы сами вот безо всякого этого пенсионного фонда сами на себя заработаем, только вы у нас, а зато налогов никаких платить не будем, да, мы никому ничем не обязаны, вы нам не обязаны, мы вам не обязаны, да, вот так у нас будут устраиваться отношения, вот. И это, мне кажется, что чуть ли не доминирующее вообще вот осмысление того, что происходит, то, что, да, как бы, мы платили, а теперь придется еще больше платить, когда мы платили, мы не рассчитывали, что придется еще пять лет платить, да, с одной стороны, на каком-то самом базовом уровне это правильно, да, то есть люди платили действительно по 22%, вообще говоря, одну пятую зарплату отдавали, получается, никуда, да, теперь им еще придется отдавать вместо того, чтобы получать, то есть они же, как бы, когда ты работаешь, вместо того, чтобы на пенсию выйти, ты же не только не получаешь пенсию, ты еще и, как бы, продаешь, ты продолжаешь отдавать этот 500 фонд, да, вот, но из этого не делается никакого вывода, что права, там, какие-то, там, пенсии, что это право, да, что у человека есть социальные права, такового нет, мне кажется, что есть, что, значит, все тогда каждый сам при себе держит, тогда мы вообще с этим государством никакие отношения не умеем, да, вот, и это, на самом деле, с одной стороны, это эмоциональная такая реакция, да, на то, что люди воспринимают как воровство, с другой стороны, это еще и укорено вот в том, что ты говоришь, да, в такой вот распад, как бы, любой идеи того, что бывает что-то общее, да, и вообще, на самом деле, если копнуть то, что такое солидарная система, да, те, кто сейчас защищают пенсионный возраст, если вот они бы вдумались реально, что это получается, что мы солидарны, как бы, с поколением наших родителей, потому что, как бы, наши дети будут солидарны с нашим поколением, поэтому они будут работать, выплачивая нам пенсии, как бы, да, что-то солидарны с поколением вообще вот лучше об этом даже не распространяться на этих литингах, мне кажется, потому что, ты скажешь, что там солидарно, говорит, кем, как бы нам просто вот, это наши деньги, типо… там такая, это наши деньги, мы их отдавали, теперь мы их хотим получить, да, а то, что не наши деньги — это нечто общее, как бы, да, вот это, конечно, такая мысль, которая, мне кажется, даже не входит в дискуссию. Об этом, конечно, стоит говорить, что это не просто про то, что наши деньги отобрали, хозяйцы и было. Должно быть общее что-то. Забота о старшем поколении – это дело всего общества. У меня френд на Фейсбуке из Исламского региона очень серьезно агитирует людей за то, чтобы рожать как можно больше детей. Это чуть ли не официальная линия церковь наша, какой-то сумасшедший есть поп, который систематически публикует много. Он публикует статьи, которые всегда выражают самую дикую точку зрения. И у него была такая мысль, что повышение пенсионного возраста – это наказание тем, кто не смог родить достаточно детей, воспитать, чтобы они помогали. Вы должны были во имя Иисуса рожать. Вы вместо этого продавались сразу светским радостям, и теперь ваше правительство решило вас проучить. Ваша бездуховность. То есть понятно, что это совсем уже такой маргинальный маразм. Но все равно есть на самом деле эта линия, что зачем тогда дети, в смысле. Даже само то, что Путин сделал с сокращением для женщин этого повышения до 60 лет. Он же там прямо сказал, в смысле, а когда же они будут бабушками работать, если они будут работать до 63? Они же должны как бы, да? То есть гендерный аспект всего этого тоже не до конца осмыслил вообще. В обращении Путина была такая мысль, что женщины, конечно, должны вести двойную нагрузку. Понятное дело, они будут и по дому, они будут и детей растить, и бабушками тоже они будут работать. Но мы понимаем, что у них в нашем обществе такая вот для них подведена роль, как бы на них все мы сбрасываем. Поэтому мы не можем просто взять и повысить до 63, то есть давайте немножко сократим условия, да? Потому что понятно, что женщины должны как бы работать на самом деле до конца жизни. Сначала на работе, потом мы должны в семье работать как бы. Давайте не будем, значит, увеличивать рабочий срок, а оставим возможность как следует поработать в семье еще. Они же обязаны это делать, да? То есть там реально такая мысль была у обращения. Получается, что есть два взгляда. Первое, что я сам заработал, я сам себя обеспечил, как бы, рынок, да, я сам для себя. Второе, что, а на что мне семья, на что у меня мои там социальные связи, мне помогут, типа, мои, значит, родственники. У нас все капиталистическое будет, как самое обычное, растворение форм коллективной идентичности. Ну да, да. Это абсолютное следствие капитализма, и в России в том числе. Ну, как абсолютное следствие капитализма. Есть же страны капиталистические с нормальной солидарной системой, да? Для того, чтобы сказать, что там нет таких психических феноменов, которые замечены в России. Понятно. Это можно, то есть, по опросам, например, восстановить, что есть универсальная поддержка там солидарной системы. И самое главное, как она рассматривается. Например, в Российской Федерации это рассматривается еще и как юридическая обязанность оплатить определенные взносы, потому что так установило государство под угрозой некого принуждения насилия. И мне кажется, что доминирует и эта точка зрения также. Не осмысливается основание в солидарности, а осмысливается свое индивидуальное положение перед системой наказания, системой принуждения. Я думаю, что человек находится в плену этих институтов, он не задается глубокими вопросами, у него нет ресурсов на развитие такого сознания, нет поводов в современном обществе, потому что ему вся окружающая действительность, и глобальная, и внутринациональная, говорит о крахе элитичности, о крахе семьи, о крахе многочисленных форм коллективного действия. Может быть, и семьи, да, а именно только коллективного действия. Это тоже коллективное действие волнует. Если мы посмотрим на многие примеры в обществе, мы увидим крахный фон коллективной идентичности и действия в связи с профессиональными словами различных форм объединения для достижения неудачи, потому что эти функции, по сути, взял на себя капитал. Корпорация погладилась и объявила солидарность. Корпорация приобрела семья от того, что расширила солидарность. Именно капитал стал владеть зубов в чувстве элитичности. Я бы сказал, кстати, в России, что уже идентично среди людей. Что и произошло, совершенно не знаю. Вы знаете, вы закончили, просто я бы вам возразил немного. На мой взгляд, мне вполне корректно говорить о том, что идентичность как таковая, как институт, пришла в упадок. То есть, наоборот, мы являемся свидетелями такой реновации идентичности и восстановление каких-то, я бы сказал, злокачественных форм коллективизма. То есть, с одной стороны, да, нет представления об общественной собственности и как бы естественная, по крайней мере популярная реакция на социальную несправедливость состоит в том, что давайте просто жить раздельно, давайте там рожать детей, ну и другие, в общем-то, вполне идиотские ответы. Но, с другой стороны, да, что мы видим, да, вот наоборот, психология толпы, да, или там футбольные фирмы, она приобретает вообще популярность, да, и вот такие новые или хорошо забытые старые формы коллективизма, как-то ОПГ или там этнические, националистические группировки, да, вот есть вот все паприки ВКонтакте, знаете, вот я читаю иногда, в которых сидят подростки, они называются типа «брат за брата», вот там, где постят русский рэп, да, и фотки таких накачанных парней, которые за брата прорвут. Это же симулятор коллективизма. Нет, почему, это сам нормальный коллективизм, попробуйте ребятам что-то сказать на улице, там симуляторов не будет. Какой паблик тратит его поддержку, эта идентичность рационально распадется. Мы наблюдали за этим по многочисленным историям, историям мемов, различных локальных и нелокальных сообществ, и как только капиталист перестает поддерживать эту структуру, так или иначе, капиталист условный, то есть собственник этого паблика, то эта идентичность уходит для того, чтобы она существовала на уровне стиля, на уровне репоста. Необходимо постоянное информационное вложение, так или иначе. А настоящая идентичность – это устройство с определенной рациональной составляющей, для того, чтобы достичь определенных целей по совместным действиям. Ну, знаете… А это эмоциональные топосы, через которые пролетает некая личность, некая вольяжность происходит при пропоглащении пабликов, но не формируется никакого истинного сплочения вокруг этого. Может быть, единичные люди впоследствии живут этим, как многие живут старой модой и старой музыкой до конца жизни. Например, один дипломант очень стильно покончил с собой в торговом комплексе галерей. Да, простите, да. Последний солдат дипломании. Такие есть, но паблики – это, конечно же, с моей точки зрения, симуляционное единство. Используем. 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 Используем.